Уже все солдаты на фронте, все офицеры младшего среднего звена просто кричат, орут, перестаньте врать наверх, перестаньте говорить о том, что у нас везде все классно. От постоянных провалов и нелепого вранья российского министерства обороны сдают нервы уже даже у российских пропагандистов. Даже они уже просто не могут выносить уровень того маразма, который выдает Шойгу и его подчиненные. Дошло до того, что сорвался на истерику даже самый известный российский военблогер Юрий Подоляко, который обвинил российское министерство обороны в трусости, вредительстве и потребовал, чтобы люди Шойгу перестали врать. Патологическая трусость сказать правду со стороны нашего министерства обороны меня лично поражает. Поводом для истерики стал точный удар украинских ракет по судостроительному заводу в Керчи, на котором в это время находился малый ракетный корабль «Аскольд». Ракеты попали точно в него, но сначала российская оккупационная администрация Крыма заявила, что все ракеты сбиты. Потом российское министерство обороны признало, что ну не все. Ну там пару ракет долетело и корабль получил такие, знаете, незначительные повреждения. Ну а потом уже в интернете появились фото и видео этих самых незначительных повреждений. На видео видно как раз сам момент поражения, как украинские ракеты четко входят в этот российский корабль «Аскольд». Я не буду его выкладывать сюда, потому что YouTube такое не любит, но видео есть в моем телеграм-канале. По ссылке в описании вы можете перейти и посмотреть это видео, ну а заодно и подпишитесь на канал. Видео там действительно ярко. Ну а вслед за этим видео появилось и фото последствий попадания по кораблю «Аскольд». Фото незначительных повреждений и судя по этому фото корабль «Аскольд» не скоро отправится в какое-либо плавание. И эта фотография стала для Подоляки последней каплей. От такого унижения он просто взорвался. Вчерашний важный скандал, который произошел в связи с недавним ударом противника по Керчи. В сети появились фото пораженного малого ракетного корабля «Аскольд». И здесь бы я хотел обратить внимание сразу на две вещи. Момент первый – это утечка информации из секретного завода. И момент второй, и я считаю наиважнейший. Давно уже никак не могу понять. Патологическая трусость сказать правду со стороны нашего Министерства обороны меня лично поражает. Самое смешное, что этот же самый блогер Подоляков в первые дни российского вторжения рассказывал, что российская армия уже взяла Харьков. Уже российский десант высаживается в Одессе. Украинская армия разбегается и не оказывает никакого сопротивления. И теперь этот же человек, который вот это все рассказывал реально несколько дней, упрекает российскую армию в неспособности говорить правду. Я не понимаю, на что вы рассчитывали? Что, за два дня отремонтируете «Аскольд»? Ну, чуть же собачья. Бред же. Все равно это всплывет. Скажите правду. Да, попали ракетами. Да, не все смогли отразить. На войне всяко бывает. Но подобными трусливыми, на самом деле, именно трусливыми информационными действиями вы поражаете очень большую проблему. Фактически, Подоляков обвиняет Шойгу и его подчиненных в трусости. И тут надо вспомнить, что два предыдущих таких вот яростных критика Шойгу, которые позволяли себе такие вот буквально оскорбительные высказывания в его адрес, которые его тоже называли там и трусом, и фанерным маршалом, они закончили очень плохо. Один взорвался в самолете, а другой сейчас в тюрьме сидит. Вряд ли Подоляков этого не понимает. Но просто вообразите себе уровень того ада, который там у них в России творится, в российской армии. Если даже понимая все это, Подоляков все равно, уже забыв про инстинкт самосохранения, орет и вот так вот прыгает на Шойгу, обвиняя его в трусости и в откровенном вредительстве. Если у людей, отвечающих Министерству обороны Российской Федерации, не хватает ума понять таких элементарных вещей, то они на самом деле просто профнеприводны, если не больше. На самом деле это уже просто вредительство. И то, что один из самых популярных российских военблогеров и пропагандистов войны с миллионной аудиторией вот так вот открыто обвиняет российского министра обороны во вредительстве и трусости, говорит о том, что дела в российской армии реально очень и очень плохие. Если уж Подоляка так заговорил, ну можете представить, что там у них происходит. Уже все солдаты на фронте, все офицеры младшего среднего звена просто кричат, орут, перестаньте врать наверх, перестаньте говорить о том, что у нас везде все классно. А вот это очень характерный момент. В припадке ярости Подоляка фактически признает, что дело не в отдельно взятом российском корабле, который подбит в Керчи, дело не в каких-то фотографиях, а дело в общей катастрофичной ситуации на фронте, из-за которой уже российские офицеры, российские солдаты буквально взвыли. Они взвыли от того вранья, которое постоянно распространяет Шойгу, который рассказывает, что все классно, а на самом деле все далеко не классно. И дальше Подоляка уже буквально устраивает какой-то бунт против российского командования. Он обращается к российским военным с призывом не терпеть больше вранье российского министерства обороны. Я хочу обратиться к солдатам, офицерам всех звеньев. На самом деле вот эта тотальная ложь в конечном итоге ложится проблемами для всей армии, для всего общества, для всего народа, для всей страны. Похоже, настроение в российской армии действительно очень напряженное, раз звучат такие обращения уже от обычных военблогеров. И обратите внимание, в этом своем обращении Подоляка фактически обвиняет Шойгу в том, что он врет Путину о реальной ситуации на фронте и тем самым вводит Путина в заблуждение. На основании вот этих данных потом высшее руководство страны принимает свои решения, которые не приводят к ожидаемым результатам. В общем, на основе лживых данных трусливого вредителя Шойгу, бедный Путин все время принимает какие-то неправильные решения, и Россия терпит поражение за поражением. Ну, так получается со слов Подоляки. Но если серьезно, то, что даже лояльные кремлю блогеры, такие как Подоляка, заговорили в таком тоне с российским министерством обороны, это уже говорит о многом. Это говорит о том, что положение в российской армии действительно катастрофичное. Если они так заговорили, это говорит о том, что там прям уже вот беда. Очень серьезная беда. Потому что если все было хорошо, ну разве они бы так набрасывались друг на друга? Разве они бы так грызли друг другу глотки? А то, что идет поиск виноватых, то, что звучат такие обвинения, фактически от придворных пропагандистов, это говорит о том, что там вообще все на грани развала. Эти люди смеялись над Украиной. Помните, они насмехались? Подоляка насмехался, рассказывал, что там за несколько дней они тут всех разгромят, все захватят. А теперь им не до смеха уже. Теперь что-то не смеются. Теперь воют, смотрите, бесятся, истерят, друг на друга кидаются с какими-то обвинениями. Теперь не до смеха уже, да, а сделать-то ничего не могут. Сделать ничего не могут, только позорятся и глубже и глубже закапывают себя. А мы будем за этим наблюдать. Подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк или комментарий. Так видео наберет больше просмотров, а это должно увидеть как можно больше людей.